МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ГКНБ в рамках возбужденного уголовного дела Генеральной прокуратуры предъявлено обвинение по статье коррупции Куанышбеку Кулматову. Установлено, что в 2014 году Кулматов, будучи мэром, незаконно использовал грантовые целевые средства на сумму 2 миллиона долларов, предоставленных в рамках реализации проекта модернизации ТЭЦ города Бишкек китайской компании ТБИ для строительства двух новых школ в регионах. Как сообщает пресс-служба, ГКНБ экс-мэр перенаправил указанные денежные средства введение мэрии столицы под предлогом необходимости строительства школы в жиломассиве Халыс-Ордо. В настоящее время один из руководителей частной компании подрядчика задержан и выдворен в ВВС СИЗО ГКНБ. По местам жительства обвиняемого Кулматова, должностных лиц мэрии и руководителя аффилированные с ним у частной компании проведены санкционированные обыски. Экс-градоначальнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сам же Кулматов возбуждение против него уголовного дела называет политической подоплекой. Джор Кукинеша предлагает ужесточить уголовные наказания за призывы к разжиганию межрегиональной розни. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс вынесены на общественное обсуждение. В справке об основании к проекту закона говорится, что согласно новому Уголовному кодексу, который вступит в силу, в 2019 году наказание будет распределяться по категориям. Инициатор поправок депутата Збек и Крамов предлагает тех, кто занимается разжиганием межрегиональной вражды через СМИ или интернет, наказывать по третьей категории. Она предусматривает наказание от 5 до 7 лет лишения свободы. А если в суде будет установлено, что это деяние совершила групп полиции по предварительному сговору, то в этом случае срок увеличивается до 10 лет. Пограничники выявили контрабандные сигареты, сообщает Госпогранслужба. На КПП Чонкапка автодорожный пограничники совместно с сотрудниками ГКНБ задержали автомашину марки «Мерседес Гигант», в которой был обнаружен груз без соответствующих документов. Автомобиль направлялся из Кыргызстана через Казахстан в Россию. При осмотре автотранспорта военнослужащие выявили более 100 тысяч пачек табачных изделий различных марок на общую сумму более 5 миллионов сомов. На большинстве пачек имелись акцизные марки Таджикистана. Были задержаны три гражданина Кыргызстана и гражданин России. В некоторых районах столицы несколько дней не будет газа. Об этом сообщили ВОСО «Газпром Кыргызстан». По их данным, в связи с ремонтными работами прекратят подачу голубого топлива в районе ограниченным проспектом Джебек-Джолу, рекой Алаарча, Бычикар, улицей Курманджан-Датки, на улицах Розбекова, Тоголовка-Молдова, Проскурякова, Щербакова, в переулках Изюмском, Мариупольском, Алтайском и Минбулакском. С 21 по 23 мая газа не будет на некоторых улицах Новопавловки и в жиломассиве Аллату. В Бишкеке отключили горячую воду. Бишкек-теплосеть приступила к ежегодному ремонту. В период полной остановки оборудования проведут ремонт и профилактику на магистральных тепловых сетях и другие подготовительные работы. После этого производят гидравлические испытания. Отметим, многие горожане выступают против данной инициативы мэрии, говоря о том, что ТЭЦ Бишкека и так прошла модернизацию, и соответствующие блоки были заменены на новые. В свою очередь в Бишкек-теплосети пояснили, что данные работы плановые и к теплоэлектроцентрали никакого отношения не имеют. Приз 71-го Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль получила актриса Самала Еслямова, сыгравшая главную героиню, кыргызску, в новой картине Сергея Дворцевого «Айка», нелегально проживающую и работающую в Москве. Сюжет повествует об иммигрантке из Кыргызстана, которая, борясь со всеми сложностями судьбы, начинает внутренне расти и развиваться, а также о потерянном и вновь обретенном материнстве. В Бишкеке пройдет выставка стран Европы под названием «Европейская деревня», в рамках которой жители и гости столицы смогут познакомиться с культурой и бытом многих стран. Мероприятие состоится 26 марта с 12 дня до 20.00 на пересечении проспекта Чуи и улица Абдрахманова у памятника Курманджан-Датке. Жителям и гостям столицы будет представлена выставка европейской культуры, расскажут об историях и традициях, проведут мастер-классы, также ожидается концерт отечественных звезд и гостей из Европы. Помимо этого, для юных гостей их готовят детскую шоу-программу и интерактивы. В честь Дня Матери, которая традиционно празднуется каждое третье воскресенье мая, в столице прошел благотворительный вечер, посвященный женщинам больным раком. Мероприятие выдалось масштабным, было приглашено около 300 гостей и множество звезд киргизской эстрады. Однако некоторые из них обещания выступить на вечере не выполнили. Поэтому все на личном контакте, все, кто сегодня пришел, это друзья, наших друзей, друзья, или родственники, или подруги, или коллеги. Никому не платилось абсолютно. Артистам, им огромное спасибо, те, кто пришли. Есть артисты, которые нас пообещали не пришли, но опять-таки не знаю по какой причине, поэтому вот то, что получилось. Но деньги должны пойти на лечение женщин, матерей, у которых или подростковый период детей, или студенты. И зачастую такие семьи, они остаются с нулевым бюджетом, и у них просто нет денег на лечение химии. Начинающий меценат, мастер спорта по джиу-джитсу, серебряный призер этого вида спорта и мама четверых детей, Маляка Бутаева, была вдохновлена организацией этого мероприятия и в то же время огорчена количеством онкобольных. По ее словам, она намерена отныне чаще участвовать в подобных мероприятиях и даже быть инициатором благотворительных вечеров, чтобы общество не осталось в стороне от этой страшной трагедии, с которым столкнулось огромное количество людей. Очень бы хотелось, чтобы наши женщины вышли на более такой высокий уровень, чтобы они развивались, чтобы они были такие обогащенные внутри духовно, чтобы они были развиты. Когда мне поступило предложение поучаствовать, я, конечно же, согласилась, потому что я сама являюсь мамой, у меня четыре дочери. Для меня это очень важно, для того, чтобы поддержать женщин. Сейчас, конечно, особенно я ту информацию, которую узнала, что женщины, которые болены раком, их практически не спонсируют различные организации, очень много отказываются частные лица, а также компании большие, что очень печально на самом деле. Как подчеркивают организаторы, к сожалению, со стороны государства не уделяется должного внимания больным раком, из-за чего пациенты вынуждены полностью оплачивать дорогостоящие лечения и химотерапии за свой счет. Это говорит о том, что есть необходимость поддержки общественности. Женщина, заболевшая раком, не решается обращаться и тем самым приносит жертву свою жизнь. Дабы не оставить своих детей без жилья, без еды, мать осознанно отказывается от лечения, ведь зачастую стоит вопрос о продаже единственного дома, единственной коровы. Сегодня немалое количество женщин болеют этой тяжелой болезнью, и эта акция проводится во время священного месяца Рамадан. И мы знаем, что в мае месяце мы празднуем все День Матери. И чтобы это не было просто голословным, а чтобы это было на самом-то деле, вот эта благотворительная акция покажет, насколько люди могут быть отзывчивыми в такой месяц и могут помочь нашим больным женщинам. Благотворительный вечер организован по сбору средства. Общественный фонд «Вместе против рака» проводит подобную акцию второй год подряд. Как рассказывают организаторы, число больных раком с каждым годом только увеличивается. И если не принять меры сейчас и не помочь онкобольным вовремя, то дети могут потерять своих матерей. Братья, сестер, мужья рискуют остаться без жен. Мы говорим, женщина – мать-хранительница очага. Раю – подножья матери. Но это только в том случае, если она жива и здорова. До Стангасканов, Гульчарок Азамкулов, Нью-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова